И сейчас я приглашаю сюда на сцену для следующей завершающей на сегодня у нас лекции начальника Одел цифровой трансформации в сфере культуры, образования и политики Центр цифровой трансформации Республики Тарстан Булат Фанилович Габдрахманов О цифровой трансформации и продуктовом подходе в государственных проектах Это уже более прикладной сейчас будет разговор Пожалуйста, вам слово Добрый день Действительно, от науки, наверное, моя презентация будет довольно далека Но при этом хотелось бы, чтобы аудитория, которая сегодня смотрит, была вовлечена в том числе По крайней мере, была в повестке того, что делается в государстве с точки зрения IT на сегодняшний день Действительно, я сам руководитель направления цифровизации образования У меня одна из отраслей, которую мы цифровизируем Поэтому я больше буду в этом направлении рассказывать Но при этом какие-то общие вещи тоже расскажу Вообще, соответственно, да, начал я с того, что я работаю в проектном офисе Республики Тарстан Центр цифровой трансформации, ТТТРТ Кто-нибудь вообще слышал про такую организацию, между прочим? Кто здесь находится? Нет, не слышали Центр ТТ – это единый государственный заказчик по всем цифровым сервисам, которые есть в Республике И в том числе параллельно это такой проектно-продуктовый офис В чем его смысл и задачи, я позднее расскажу на конкретных проектах, которые мы делаем Если быть проще, то, по сути, это одна из таких подведомственных организаций Министерств цифрового развития нашего региона Есть у нас еще в экосистеме IT-парк, наверное, более известный вам Есть Центр информационных технологий, там, где находятся инженера Там все, что связано с сетью, с интернетом МФЦ тоже к нам относится Так или иначе, и, например, колледж технологий Какие у нас направления работы? В экскурс сначала введу, потом перейдем к продуктовому подходу И вообще к тому, что я хотел сегодня рассказать Во-первых, это поддержка текущих информационных систем всех республиканских От госуслуг, электронное образование, электронное здравоохранение и прочее-прочее То есть все, что связано с государственными организациями и с государственными системами Это информационная инфраструктура, центры обработки данных, сети, интернет Все в нашем введоме Ну и разработка каких-то новых сервисов, какие-то новые эксперименты Это все то, к чему мы тоже сейчас стремимся Если говорить про цифры, наш государственный бюджет, который до нас доводится Это больше 2 миллиардов На нашем балансе находится 63 информационных системы Сюда еще относятся ЦОД, центр обработки данных То есть сервера, все, что с этим связано Информационная безопасность, которую мы сопровождаем И вот эти новые зарождающиеся там суперсервисы, как мы их называем Или клиентоцентричные сервисы, которые мы разрабатываем с нуля Вот, поэтому когда говорят, а что вы, у нас там просто штат сейчас порядка 130 человек Только в ЦИТе, еще в ЦИТе там больше 80 человек Говорят, а чем вы всем занимаетесь? Естественно, на проектную деятельность, на сопровождение систем На их доработку уходило очень много ресурсов Потому что это еще не просто придумать и сделать А очень большую работу провести с точки зрения работы с заказчиками А заказчики у нас там различные ведомства Там как Минобор, Минздрав и так далее Но ключевая идея, когда там пришел министр Хайруль Нарет Ренатович в 2019 году Создание подобного проектного офиса было в том, чтобы реинженерить текущие процессы в государстве За счет снижения транзакционных издержек с помощью как раз-таки различных информационных систем Цифровых технологий, ну и новых подходов в разработке сервисов Объективно там просто чиновники, которые работали в Минцифре Ввиду отсутствия компетенции этим не могли заниматься Сейчас собран этот проектный офис под названием CCTRT Три буквы И создан для того, чтобы эти проекты реализовывать Классический пример Когда, например, к чему мы стремимся В чем заключается вот этот реинжиниринг процесс Допустим, какая-то многодетная мать Которая там прожиточный минимум Заработок меньше прожиточный минимум Ей полагается какая-то субсидия от государства Сейчас ей нужно там кучу процедур проделать Чтобы эту даже небольшую помощь получить от государства Мы объективно это признаем Мы объективно признаем, что процессы сейчас сложные Нужно в очереди постоять Нужно прийти в роддом, подтвердить о том, что у тебя там родился ребенок Взять из пенсионного фонда справку о том, что у тебя заработок меньше прожиточный минимум И так далее, и так далее Наши системы как раз таки позволяют эти издержки сократить И там вместо десяток дней, которые человек тратит Причем ходя ногами в то или иное ведомство Получить эти услуги там у себя на смартфоне За считанные дни или может быть даже часы То есть верхнеуровневые с точки зрения наших проектов И их направленности Они направлены на такое улучшение взаимодействия граждан с государством Но при этом, если говорить дальше о следующем шаге О как государственные серверы должны развиваться Мы понимаем, что пользователю, то есть нам, да, как жителям Неважно вообще, где эти госуслуги там В приложении они, в веб-сервисе Это какая-то экосистема, куча, в общем, новых слов Нам на самом деле, объективно говоря, эти госуслуги в принципе не нужны У нас есть жизненная ситуация, в рамках которой мы там что-то хотим получить Что-то хотим сделать И идеальный сервис, идеальный интерфейс, к которому мы стремимся Это тот, который мы не замечаем Поэтому, если говорить о реальной целевой модели, к которой мы стремимся Это так называемый проактивный сервис То есть если в 2008 году только-только появлялись информационные системы Это были там просто приложения Они решали там какие-то тривиальные задачи Там из пункта А в пункт Б, грубо говоря Потом много усилий, там разработчики систем Начали тратить на то, чтобы сделать эти системы более удобными То есть очень большой был акцент на дизайне и прочее Чтобы пользователь легко находил какие-то функции Легко с ними справлялся и так далее Следующий уровень зрелости, к которому в том числе и государство должно подойти Это как раз-таки проактивный сервис Это не когда вот эта многодетная мать, которая, я говорю, удобно находит эту услугу В приложении сама оформляет заявление быстро, удобно сама А государство за счет того, что он знает, во-первых, у него есть данные Во-вторых, есть инфраструктура Он просто говорит, да, у тебя родился ребенок, мы это знаем Да, у тебя заработок меньше прожиточного минимума Мы это тоже знаем Зачем у тебя дополнительное запрошить? Все, вот тебе пуш-уведомление, дорогая Марья Ивановна, получай 2,5 тысячи рублей Вот субсидия, ты его получил То есть государство само, зная условия, которым ты соответствуешь Предоставило тебе сервис И тебе даже не пришлось никуда не ходить, ничего не выпускать Никакие заявления и так далее То есть это вот следующий уровень зрелости, к которому мы будем подходить И мы, в общем, стремимся Теперь перейду как бы уже больше к своим продуктам Которые непосредственно в моем направлении Одни из самых новых Это приложение Я Школьник Попробую рассказать внутрянку нашей работы На основе этого приложения Это сервис, по сути, который призван для того, чтобы помочь ребятам учиться с интересом И помогает выстраивать нам, как государству, такой современный канал коммуникации С молодой аудиторией С которой, в том числе, наверное, связь в каком-то плане потеряна Вкратце говоря, это цифровой помощник, который позволяет получать оценки Получать домашние работы, держать связь с учителем Персональные какие-то подсказки получать Много мы движемся в сторону геймификации, чтобы это завлекало наших ребят Ну и различные объявления, опросы, которые им нужны Эта вся история интегрирована с региональной системой электронное образование Еду татар, возможно, те, кто учились в Тарстане, ее знают Она еще в 2009 году была сделана До сих пор примерно в том же виде она существует К сожалению, но мы уже подошли к тому, что будем его тоже полностью перепроектировать И модернизировать, про это я в конце скажу Ну а это такой, в отличие от того, что я до этого сказал Где мы говорим про госуслуги, про сокращение количества дней С которыми взаимодействует человек для получения этих услуг Здесь такая была необычная история Потому что школьникам не нужны госуслуги Но которую мы сделали с нуля И цель была собрать аудиторию, которая будет лояльна Которая будет получать необходимые для них функции В данном случае школьники То есть это в каком-то плане тоже прецедент Это исключительно проект, опять-таки, не нацеленный на то, чтобы зарабатывать и так далее То есть просто единственная цель у нас Это сделать классный сервис для учащихся республики в данном случае За счет наших ресурсов При этом мы понимали, какие у нас есть вызовы Если там у нас вызовы, опять-таки, повторюсь, про какие-то нужды государственные у граждан Здесь история гораздо более нетривиальная Потому что мы понимаем, что у современных учеников недостаточно мотивации У них много стресса В том числе по исследованиям России вообще занимает первое место по стрессу во всем мире Из-за оценок у учеников Ну то есть из-за того, как они следят за успеваемостью и так далее Как у них все это нагнетается И в том числе есть проблема незнания о доступных каких-то возможностях для этих ребят И недоверие, наверное, к школе и государству То есть отрицание все равно это присутствует Мы это понимаем И делая такой сервис, если бы он был по классическим государственным канонам сделан Наверное, мы бы не смогли привлечь ту аудиторию, которую на сегодняшний день привлекли А это более 125 тысяч установок То есть 3,5 раза мы за последний год выросли Ну и очень положительная оценка с точки зрения отзывов в App Store, в Google Play И здесь тоже акцент хочу сделать У нас в республике 430 тысяч учеников То есть это еще не вся аудитория Но мы умышленно, опять-таки, понимая тот самый продуктовый подход Не пошли путем использования административных рычагов Которых у нас много Мы могли там хоть завтра запустить письмо через Минобор Давайте там ребята через классных руководителей установим И у нас там на презентациях будет цифра 430 тысяч Нет, намеренно сделали так, чтобы школьники, если им нравится Они устанавливали, делились между собой И аудитория росла То есть исключительно продуктовым подходом Это тоже то, что сегодня отличает нас как государственную организацию От тех подходов, которые были раньше И это понимание у нас появляется Это дало свои плоды То есть мы там взяли ряд наград на российском и даже европейском уровне С точки зрения дизайна, с точки зрения того, как сервис реализован В этом году мы тоже продолжили доработку этого сервиса Сделали там формат истории с объявлений для ребят Они могут узнавать о каких-то возможностях Там профпроб университета талантов или еще что-то Там же сделали историю с опросами для них То есть там можем узнать их отношение к качеству питания К каким-то другим вопросам Про сторону психологической поддержки Тоже, естественно, начали много думать Сделали там справочник с номерами телефонов доверия И с какими-то советами для трудной жизненной ситуации Тоже история была сделана буквально там в сентябре Там порядка 5-6 тысяч просмотров ежемесячно Мы имеем этого справочника То есть тоже, что подтверждает актуальность Очень много, естественно, каких-то утилитарных функций То есть ребята там смотрят, а сколько им там осталось оценок Чтобы дойти до тройки, а потом до четверки А потом до пятерки То есть элементы геймификации очень много К этому мы подходим Есть такая история, как публичный бэклог с голосованием То есть мы там размещаем, а какие функции ребятам интересны Они могут предлагать свои И там же голосовать, а что они хотят дальше То есть не мы как государство нам дали поручение Кто-то придумал и давайте там делаем Объявим, попиаримся и так далее Нет Суть продуктового подхода, чтобы исходить от самих пользователей А что им действительно нужно Причем зачастую они сами не знают, что им нужно Эти вещи тоже нужно докручивать Но это вот те подходы, которые позволяют прийти к хорошим результатам Говоря про хорошие результаты, это естественно цифры Мы их тоже замеряем Одна из метрик в продуктовом подходит Это называется retention То есть насколько часто пользователи возвращаются После первого дня установки В данном случае это возвращаемость на седьмой день 45% Классная метрика это так называемая Лояльность аудитории То есть липкость даже аудитории к вашему сервису То есть у нас 62% активной аудитории Ежемесячной, ежедневно используют приложение Ну то есть там 30 дней То есть если кто-то использует там 29 дней Он из этой статистики выпадает То есть ребята заходят туда каждый день Это как бы активная аудитория Где мы в том числе Там понятно, что есть тиктоки и прочее Но создавая такой удобный сервис Мы можем это же их время направить на что-то полезное Ну по крайней мере или подсказать То есть для нас, как для государства Это огромное преимущество с точки зрения того Что если мы делаем востребованную историю То появляются, открываются новые возможности Взаимодействия с этой же аудиторией Но что еще хочется отметить С точки зрения прецедента, которых мы создаем Все, что я сказал про 2021 год Это было сделано нашей собственной командой разработки То есть это не госконтракт, который там многомиллионный И через аутсортинг Это первый проект там Минцифры Который сделан полностью собственными силами То есть это тоже большое достижение С точки зрения того, что Ну нельзя в государстве просто так создать IT-компанию Нельзя просто так собрать разработчиков Это не просто нанять людей Это и философия, это и процессы Технические какие-то моменты куча Поэтому в этом плане Мы очень гордимся тем, что сделали в том году И то, что я говорил Мы всегда держим руку на пульсе с ребятами Мы знаем, как дальше развивать сервис Если все, что я показал, это связано там с дневником, с учителем С расписанием, ну такая автоматизация рутины, да, так называемая То дальше мы хотим двигать сервис в сторону мотивации К личностному развитию Потому что, как я уже отметил, одна из проблем То, что у ребят недостаточная мотивация Понятно, что полностью эту проблему невозможно Через цифровое там приложение решить Но так или иначе подогревать этот интерес возможно Один из подходов, это как раз геймификация Мы здесь хотим сделать историю, где ребята В виде виртуальных ачивок, которые, возможно, на что-то можно обвинять И так далее, но они копят свои награды Как в академической деятельности, так и в неучебной Он может быть успешен в спорте Он может быть успешен в физике Неважно, это история, которая должна их подогревать Но здесь тоже мы очень идем осторожно Могли эту историю запускать с самого начала Но нет, мы советовались с психологами Мы советовались с экспертами в геймификации И тут тоже надо быть очень осторожным Когда говорим про геймификацию в учебе Почему мы эту историю еще не выпустили? Потому что очень много нерешенных вопросов Можно ли, если одни успешны в этой геймификации А другие неуспешны Не будет ли для других это стресс? Тоже вопрос Может быть просто позволять ребятам рефлексировать За счет этого сервиса Но при этом не устраивать эту гонку Между другими учениками Которая вызовет только больше стресс Поэтому здесь еще много вопросов Но это вектор, который мы взяли Естественно, там может появиться еще история Как я сказал, про рефлексию Про какие-то психологические характеристики детей Которые позволят нам в том числе Как-то точечно, адресно работать Превентивно, да? С ребятами, которые Возможно, плохо себя чувствуют в школе Возможно, в трудной какой-то ситуации находятся То есть, если говорить даже про 175-ю школу То есть, не защищать за счет камер, турникетов и так далее Это уже последствия А стараться за счет цифровых сервисов Выявить на какой-то начальной стадии какие-то аномалии Ну и говоря про методологию того, как мы разрабатываем Ключевое и самое основное Это все-таки взаимодействие с теми Для кого ты делаешь сервис Звучит просто, но в разработке часто от этого Либо не хватает времени Либо недолжными подходами это делается Но это действительно самое ключевое Есть разные подходы Это и интервьюирование, и фокус-группы И какие-то еще методы Все это мы объединяем в так называемый путь пользователей С CGM, да? То есть, мы собираем мнение от родителей Ну, когда запускали, по крайней мере, сервис Собирали мнение и от родителей, и от учеников И от учителей Все их потребности Потом это накладывается на историю, которая называется CGM То есть, Customer Joining Map Кто не знает, можно загуглить То есть, путь пользователя Где раскладываются на каждом шагу основном Какие-то проблемы, которые появляются в пользователе И ты приоритизируешь эти проблемы И решаешь самые-самые ключевые За счет этого и получается сервис Который востребован И при этом суть еще такого продуктового подхода в том Что, когда ты выявил какие-то боли Даже если тебе кажется, что она приоритетная Его все равно нужно прогнать через эксперимент То есть, не сразу бросаться делать в лучшем виде А сделать в каком-то дешевом простом приближении Убедиться, что действительно это находит потребление И потом уже дореализовывать Это в том числе помогает, естественно, экономить Это так выглядит У нас мы все делаем в МИРО Какая-то там карта, в данном случае карта жизни школьника Вот он там на обучении, в этапе обучения Потом вот здесь у него каникулы Здесь какие-то проблемы появляются Потом вот он выпускается И каждый из этих маленьких-маленьких шагов разбирается Причем это не фантазии Это именно данные, которые получаются на основе общения с ребятами С разными возрастных групп, из разных локаций и так далее Ну и говоря, что еще лежит за продуктовым подходом Это, естественно, методологии управления проектами Мы проповедники гибких методологий Когда команда знает, какой результат должна Маленькая команда должна достичь И в рамках достижения этого результата Как бы сама-сама организовывается Ну как бы есть в двух словах То суть методологии, наверное, в этом Опять-таки нам позволяют в этом Двигаться различные инструменты Еженедельные какие-то созвоны с командой Чтобы держать в курсе Когда выпускают какие-то релизы Мы собираемся уже обсуждаем А как это происходило А что было не так в команде И так далее, и так далее Ну то есть это все пришло из IT Но это все существует у нас В государственном казенном учреждении сегодня То, чего не было раньше в таких учреждениях никогда Ну то есть я хочу сказать, что Вот за тем вроде как Просто простым, прикольным, клевым прилагом На самом деле лежит куча процессов Которые у нас в организации выстроены Ну и выстраиваются еще до сих пор Вот, ну и в конце тоже, чтобы были, наверное, в курсе Может потому что у вас могли возникнуть вопросы А что с основным, с основной платформой образования Для республики Она тоже находится у нас на стадии, так скажем, развития, перепроектирования Большой проект на следующие два года Это создать новую платформу для школ В республики Татарстан Ну там будет та же история для учеников Только уже появится веб-история, где у них будет персональная траектория Где они смогут еще более удобно взаимодействовать с учителями Получать там электронные задания и так далее, и так далее То есть таким единым окном в их жизни Для учителей, соответственно, то же самое Это как бы удобный уже с учетом в том числе мобильного приложения И журнал, и инструмент планирования учебной деятельности И подготовки каких-то типовых отчетов Которыми они просто перезагружены на сегодняшний день А для, соответственно, для государства, для администрации Это такой некий дэшборд, который позволяет принимать управленческие решения На основе реальных данных, на основе реальной картины этой отрасли Вот, поэтому это примерно все, что как бы в моем ведоме И, ну, одна из частичек, на самом деле У меня есть еще много других проектов Ну, одна из самых, наверное, интересных Которых сегодня хотелось рассказать И на основе которого вы могли понять А как вообще живет IT в государстве И что за проекты делаются Спасибо Спасибо вам Какие есть вопросы? Если есть вопросы Да, пожалуйста Сегодня такой, как модно говорить, душный немного зритель Но интересно Вот у меня вопрос Два, точнее, вопроса Первый Как вы думаете, бывает Реально ли точно такое же приложение Точно такую же платформу создать для уже студентов? Например, Казанский федеральный университет Очень большой И вот, конечно, не столько, сколько школьников в республике Но все-таки И второй вопрос Такой более актуальный Сейчас в соцсетях Там много фотографий Как в больницах, очередя И очень много вопросов таких Я вот вижу, что Почему нельзя, если у тебя положительный тест Сразу же автоматически получить больничный Вот Понятно, что в образовании больше Ну, чисто теоретически Это же реально сделать? Да Ну, смотрите Начну с первого вопроса Про то, реально ли это сделать для вузов Я думаю, да Но есть сложности с вузами То, что они несколько такие независимые Каждый как бы живет со своим хозяйством Каждый вуз сам волен то, а что использовать в своей работе Если со школой мы делаем это централизованно Через Минобор В том числе и с точки зрения платформы То здесь у нас таких рычагов нет И поэтому, наверное, более реально сделать какой-то сервис Который как бы дополняет эту историю И она будет возможна для использования во всех вузах Кстати, такое начинание есть Есть приложение студент РТ До этого это называлось Лига Клаб Ребята делают классную историю Мы с ними, кстати, общаемся В том числе в том, как построить путь школьника Который вчера использовал Яшкольник А сегодня он будет, не знаю, уже ментором для Яшкольника И пользователем для студент РТ Поэтому, ну, мое видение, что если объективно То какой-то единой системы не появится Но дополнительные сервисы, которые глубоко будут внедрены За счет того, что они покрывают 90% потребностей студентов Да, могут Но тут еще глобально скажу, на самом деле, какой момент Я сказал, что эта история бесплатная Мы его поддерживаем, все хорошо, все нормально Но глобально, возможно, все-таки нужно прийти к модели Когда подобные сервисы для государства все равно монетизируются Потому что если не монетизировать То бесконечно вливать бюджетные деньги невозможно А сервисы стоят очень дорого Их поддержка стоит очень дорого И развитие стоит дорого И откуда брать деньги, называют Ну, спрашивается Поэтому тут палка о двух концах А про второй вопрос Действительно, здравоохранитель от меня далеко Но я знаю, что в этом году на основе РКБ Будут делать эталонные истории с точки зрения цифровизации И если эта история прокатит, много очень процессов изменится Мы давно говорим, на самом деле, о едином личном кабинете Где там вся твоя история болезни и так далее Которую ты можешь расшарить или наоборот скрыть Ну, то есть ты полностью управляешь своими данными Но, опять-таки, с больницами такая же Более близкая история, наверное, как с вузами Там тоже есть свое хозяйство у каждого И перелопачивать нужно прямо шаг за шагом Поэтому там начали с РКБ, насколько я знаю Наши коллеги Возможно, перейдет на другие больницы тоже Но я когда болел, по крайней мере, я обрадовался Я проходил вот университетская клиника Она очень в этом плане развита То есть у меня там больничная сразу прилетела в госуслуги Я скинул, то есть никуда не ходил Мне уже понравилось Про QR-код, наверное, теоретически точно можно сделать Спасибо Еще вопрос Вообще, вот это что? Это несогласованность ведомственная Это что-то с базами данных происходит Вот вы говорили о про... Я термин могу забыть? Про сервисы Про активные Про активные сервисы Ну, это действительно востребовано И реально к этому есть все возможности Мы видели в период пандемии, когда президент России дал команду Например, всем детям определенного возраста, родителям Перечислить ценную сумму И она автоматом поступила Никто ничего никому не носил Никто ничего никому не носил Никто никаких справок не добавлял То есть государство обладает необходимыми базами Их, кстати, никто не жаловался Не промахнулись Ни с кем Значит, государство обладает вообще всеми необходимыми базами данных Чтобы позволить себе реализовать самые сложные социальные проекты и задачи Почему же они не работают вот в повседневной жизни С вашей точки зрения пока Ну, начиная от тех же больничных, заканчивая какими-то более сложными задачами Почему они работают только в экстренной ситуации По указу президента страны Да Ну, объясню, на самом деле вопрос в двух плоскостях Как организационные, так и технические То есть технические, на самом деле, с точки зрения выплат Там все-таки процесс, наверное, был чуть более легкий Потому что операция как бы одна Сделать выплату А когда мы говорим там о каком-то сложном процессе Когда тебе нужно там разрешение на строительство Или там подтвердить кучу разных как бы данных То начинается сложность Потому что систем много государственных Инвентаризация как таковая еще не сделана Ну, то есть, чтобы построить там Такую историю нужна какая-то единая шина Ну, единая архитектура Где есть знания обо всех данных во всех системах То есть, это некая инвентаризация Сейчас это, кстати, делается Есть проект «Фабрика данных» в республике Которая как бы эту историю перелопачивает Но там непочатый край работы С точки зрения того, что систем реально очень много Они все разношерстные И чтобы всех их подружить Нужно очень много времени Ну и второе, действительно, организационный момент То есть, мы тут такой островок IT и agile в государстве При этом никуда не деться там от других Ни в коем случае там это не критика Но наша роль в том числе Неких таких агентов трансформации Когда мы внедряемся в ведомство И работаем в том числе с их сознанием От того, а как должны быть построены сервисы Естественно, без помощи там ведомств Мы в этом не справляемся Но это тоже большая работа Некоторые услуги могут занимать нам целый год Чтобы сделать ее классно Вот, поэтому, наверное, ответ такой То есть, тут объем работы Он на самом деле гораздо больше Чем кажется на первый взгляд Спасибо Есть еще вопросы? Все немного устали Потому что мы все-таки почти полные два часа работаем В любом случае, хочется пожелать Вот вам точно Больших успехов Потому что в значительной степени Благополучие социальное То есть, то, которое нас каждый день волнует А не там В перспективе 20-30 лет Оно зависит во многом от того Как сильно будет цифровизация Продвигаться именно у вас Начиная от тех вопросов Даже которые звучали сегодня тут в зале Заканчивая многими такими Которые, ну, просто во всех средствах массовой информации Кричат Плачут, стонут И даже не подразумевают Что ключ к решению этих вопросов Вот он вообще Да Очень простой и очень сложный одновременно Поэтому я, когда там набираю В том числе свою команду Я всегда говорю У вас, говорю, есть возможность Повлиять на то, чем там ваши дети Или там ваши бабушки Сестры, родители будут пользоваться Поэтому в этом плане тоже уникальный опыт У нас абсолютно открытая история С точки зрения того, кто может попасть к нам в команду В этом поле случаев там студенты Различных направлений могут взять на вооружение Про центр цифровой трансформации Спасибо большое Спасибо вам Спасибо вам Напоминаю, что это была эпоха цифры Как технологии меняют мир Я надеюсь, что этот разговор В стенах университета Будет продолжен еще не один, не один раз Спасибо всем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому